Мы создали картинку, сделали анимацию, добавили эффекта в эту анимацию, улучшили ее визуально. Что нам остается сделать? Естественно, вывести ее в презентабельный вид, то есть в видео, чтобы мы могли загрузить в дальнейшем на свою подписную страницу, на YouTube, на свой канал, на свою страницу Facebook и ВКонтакте, на сайт просто, то есть куда вам заблагорассудится. Как сделать так, чтобы вывести все имеющееся в определенный формат? Во-первых, первое, что нам необходимо понять, разрешение. Разрешение выбирается вот в этой вкладке, то есть Dimension. Есть несколько пресетов, то есть если вы разбираетесь в этих пресетах, то есть я всегда выбираю 720 на 720 на 720, либо HDTV 1920 на 1080. То есть выбирайте на свой вкус, их тут очень много, можете также задавать свои показатели, там, показатели, точнее, там, 1200, к примеру, да. Естественно, у вас меняется камера, меняется вид камеры. То есть вот мы сейчас поставим 720, он поменялся, да. Это раз. Второе, вот разрешение в процентах. То есть если мы ставим 10, ну там 7 пускай, и жмем рендер, то у нас картинка сожмется, то есть пропорционально вот этому вот разрешению. То есть видите, ну как бы ничего не видно. Это удобно, если вы делаете одну и ту же картинку, например, для сайта. То есть вам нужно сделать большую ее, и для миниатюры точно такую же. То есть вы создаете одну картинку, просто меняете процентное соотношение по сторонам. Окей. Далее здесь Frame Range, это количество кадров, которое затронуто. Какой шаг кадра, то есть если мы ставим 2, то будет перескакивать через один кадр. То есть рендерить каждый второй кадр. Здесь мы выбираем количество кадров в секунду. То есть обычно это 25-24. То есть если слоумо какое-то хотите сделать, и можете выбрать 50, потом легче будет монтировать. В плане вы сможете сделать на монтажном столе замедление в 2 раза. То есть у вас, например, 25 кадров вообще. Ну это для кино в основном. То есть для того, чтобы запечатлеть медленное действие, ставить 50-60 кадров и так далее. В принципе все остальные вам не нужны. Далее. Что нам необходимо? Мы пропустим основной вывод пока. Далее. Ставить Motion Blur. Что такое Motion Blur? Это некое сглаживание. Давайте я вам покажу даже. Вот когда у нас идет движение книги. Давайте сделаем рендер. Когда идет движение книги. Книги, которые у нас быстро двигаются, они смазываются. Видите? Если мы убираем Motion Blur и нажмем рендер. То книги у нас кажутся, не кажутся, а они четкие. Выглядят прорисованными, детально прорисованными. Но человеческий глаз привык видеть все, когда есть быстрое движение. Оно видит все. Глаз воспринимает все размытым при быстром движении. То есть если вы перед собой помахаете рукой, вы увидите, что линии у вас размываются. Поэтому для того, чтобы человеческий глаз воспринимал видео более привычно для своего глаза, то я рекомендую вот эту галочку Motion Blur ставить. То есть человек чисто подсознательно ваше видео будет воспринимать как живое, как нечто такое, что он каждый день видит. Вот такой вот инструментик маленький, буквально одна галочка, а меняет очень многое. Окей, что еще здесь нужно вам сказать? Здесь еще есть вкладка, даже не сэмплинг. Вот, постпроцессинг. Смотрите, если у вас в каком-то случае не выводится... Вот вы нодами сделали эффекты, но вот хоть не выводится и не выводится, да? Вот здесь есть два вида. Либо Composite, либо Render Layer. То есть видите, Render Layer выводится без... Без применения эффектов, которые вы делали в Node Editor. Composite выводит полностью. Composite выводит по умолчанию в исходящий файл, да? Который мы сейчас с вами создадим. Но, если у вас не стоит вот здесь палочки, палочки, галочки на Compositing и Sequencer, то не будет выводиться ни Composite, вот этот, ни Sequencer. Sequencer мы о Sequencer поговорим в следующем уроке. То есть это не будет выводиться последовательность видео, которое вы делаете на монтажном столе. То есть будет выводиться просто вот Render Layer. То есть вот мы даже снимем, давайте проверим, Render. Вот и все. Выводится только Render Layer без композита. Естественно, мы ставим Sequencer, Compositing. И у нас будет выводиться непосредственно с самого композита. Окей, с этим мы закончили. То есть, если у вас что-то не выходит, проверьте вот вначале вот здесь. Все, да? И потом вот здесь проверяйте. Так, с этим закончили. Теперь поговорим об Output. Что такое Output? Это выходящий файл. То есть, вначале мы выбрали все разрешение, выбрали, что будет выводиться, выбрали, что мы там еще, количество кадров выбрали. Теперь нам нужно вывести. Мы выбираем, в каком формате мы будем выводить. Смотрите. Можно вывести, даже последовательность анимации, мы можем вывести как отдельные картинки. То есть, PNG, либо HPEG, либо BMP. Можно также Targo выводить. Для чего порой выводятся картинки? Одно время, когда Блендер был нестабилен, у него иногда бывает, конечно, сбои и сейчас, но когда его слишком перегрузить. Многие художники, которые в нем работали, делали анимацию, они выводили кадры по кадрову. То есть, каждый кадр отдельная картинка. Для того, чтобы потом, если будет какой-то сбой, начать с определенного кадра. То есть, вы можете пользоваться этим тоже примером. Оно просто действительно выводит, секунда в данном случае, сколько мы там поставили, 25 кадров. Одна секунда видео, это 25 кадров, сделанных в PNG. То есть, ну, здесь не забывайте ставить вот компрессию в 100 там. То есть, это сжимание изображения. Ну, естественно, здесь глубину. 8-16. Ну, в принципе, 8 бывает зачастую достаточно. Ну, и здесь цветовая схема. То есть, black and white, RGB и RGBA. То есть, с альфа. Ну, ставьте с альфа, потому что иногда нам необходимо, чтобы альфа сохранялась. Окей, с этим разобрались. Если вы хотите видео, здесь тоже есть очень много видов видео. Я зачастую сохраняю в H264. То есть, вот мы выбрали. Идем в энкодинг. В энкодинг здесь очень много настроек. Но, какие вам нужны? Вот здесь есть пресеты, которые, в принципе, можно не трогать. Вы выбираете формат видео, которое вы хотите сохранить. То есть, я зачастую сохраняю в AVI. То есть, и здесь выбираете кодек. Ну, я тоже оставляю H264. Если у вас, в данном случае, у вас нет аудио, но если вы выводите видео, смонтированное на монтажном столе, то вам нужно будет задать, какой аудиокодек. Я зачастую выбираю MP3. Вы можете экспериментировать со своими вариантами. Еще порой я использую MPEG. Естественно, здесь выбираю MPEG-4. То есть, самая такая адекватная, ну, по моему мнению, это чисто вот так. Так, ремарка сказанная вслух. То есть, по моему мнению, ну, лучше всего получается. Там я могу ошибаться, да? Выбирайте то, что вам больше нравится. То есть, не ошибаться, но это мое мнение. MP3 выбираю. И, естественно, потом жму не только рендер, а вот animation, чтобы вывести анимацию. Но порой я прибегаю и к использованию PNG. То есть, порой приходится и такое делать, потому что бывают очень загруженные видео. Что еще осталось? У нас есть вот путь, куда мы это сохраняем. Ну, выбираем любую папку, куда мы это сохраняем. Жмем Accept. Она здесь появляется. И сюда по умолчанию будет, по умолчанию, точнее, сюда после нажатия на клавишу Animation будет сохраняться непосредственно сам, сами кадры, либо сама анимация в виде видео. Но, когда вы будете делать видео, например, H.264, вы здесь можете задать, вот здесь есть поле, в этом поле задаете имя, то есть, давайте, видео.iv. Расширение можете не указывать, оно автоматом у вас подставится. Но, ну, я рекомендую подстраховаться и на всякий случай поставить. То есть, вот вы указали путь и жмете Анимация. Как сохранить изображение? Вот у нас там прорисовалось, давайте еще раз прорисуем, потому что я Motion Blur включил. Давайте без Motion Blur, просто с композитом. Изображение как можно без анимации сохранить? Идете в Image, Save as Image, и также сохраняете, задав имя, выбираете папку, и задаете имя, и сохраняете. Также можно сделать, нажав клавишу F3, то же самое меню откроется. Запустить анимацию можно, нажав F12, насколько я помню. А, нет, F12 это, я просто использую эти кнопки, F12 у нас это рендер непосредственно самого изображения, то есть не анимации, а изображения. Сделать рендер анимации, это Ctrl F12, то есть F12 это рендер изображения, рендер анимации, Ctrl F12. Все, я думаю, вы уже самостоятельно сможете создать видеофайл по созданными вами уже анимациям. В следующем уроке мы эти анимации соберем воедино, и получим один целый файл, который будет готов к озвучке либо наложению мелодии, который в принципе вы можете тоже покажу, как сделать, наложить сверху мелодию, который будет готов к полноценному выводу и презентации вашей целевой аудитории, либо вашим друзьям и близким вам людям. Все, до встречи в следующем уроке. Продолжение следует...